Всем привет, вы на канале CryptoCommons и сегодня давайте попробуем разобраться все-таки в том, что же у нас происходит на рынке, что происходило вчера с этим невероятным пампом доджкоина, с этим твитом от Тулна Маска, про который просто уже жужжат из всех щелей. Постараюсь вас еще больше не запутать сегодня, потому что в целом, конечно, очень все неоднозначно сейчас. Ну смотрите, что я здесь заметил на графике. Вот мы смотрим на недельные свечи Хайка Наши и на самом деле здесь все прекрасно, все еще достаточно побыча смотрится. Да, у нас есть некоторая здесь консолидация, то есть мы мнемся уже вот третью или четвертую неделю в одном вот этом рейнже 30-40к, но извините меня после такого роста, да, если считать с корону дампа и до туда, куда мы сходили, это был рост на 1000%, так что извините меня, но мы можем себе позволить и поконсолидироваться, и даже упасть в моменте. Ну смотрите, здесь некоторые есть противоречивые штукенции, которые я заметил и хотел бы вам показать и о них поговорить. Смотрите, ну кстати вот, Арсай у нас тоже вроде как загнулся из перекупленной зоны куда-то вниз, посмотрим, докуда он опустится. Конечно же, все говорит за здоровую коррекцию здесь, потому что, смотрите, давайте для этого переключимся на BLX, на логарифмическую шкалу, вот, которую мы здесь рисовали с вами уже много месяцев назад и все идет по плану, но тем не менее план такой, что будет, конечно же, коррекция куда-то к средним скользящим. Но средние скользящие тоже у нас на месте не стоят, а подрастают за ценой, и, соответственно, честная цена у нас уже, вот, грубо говоря, мы сейчас на ней на честной цене в 35-37 тысяч долларов. Нижняя цена канала у нас сейчас честная подросла до 10 тысяч долларов, но туда мы вряд ли опустимся, если мы в бычьем рынке, потому что, да, вот как у нас вел себя всегда бычий рынок. А верхняя граница канала у нас уже 150 тысяч долларов, это честная верхняя, честная перекупленная цена, да? То есть, смотрите, в целом, если отдалиться так поглобальней и сравнить то, что сейчас происходит с предыдущими циклами, а это делать, на самом деле, очень полезно, потому что все очень похожим образом повторяется, и это не потому, что там многие говорят, что не будет больше такого, как раньше. Все так же и будет, потому что люди себя ведут одинаково, из года в год жизнь ничему не учат. То смотрите, какая здесь ситуация. Давайте обозначим. Вот у нас был all-time high с вами, предыдущий, обозначим его горизонтальной линией. Вот у нас был с вами предыдущий all-time high прошлого цикла, также обозначим его горизонтальной линией. И вот у нас был позапредыдущий all-time high, также обозначим его горизонтальной линией на графике. Смотрите, какая интересная штукенция Сейчас мы, получается, с вами в сравнении с предыдущими циклами находимся вот здесь Вот в этой точке, где, обратите внимание, что у нас было Мы переписали All-Time High, выросли вдвое И после этого скорректировались до сетки AMA Ribbon на недельном таймфрейме до средних скользящих Но после этого также продолжили движение с коррекциями до нового All-Time High В позапрошлом цикле, посмотрите внимательно То же самое, мы поднялись выше в два раза Да, All-Time High у нас тогда был 30 долларов Мы поднялись выше на 60, тут даже больше на 100 с чем-то И скорректировались обратно к этой сетке средних скользящих То есть, смотрите, каждый раз, когда мы находимся в районе желтой линии средней цены Мы выходим выше нее, потом корректируемся ниже нее и потом вылетаем еще выше Здесь было то же самое, если вы посмотрите Ну, плюс-минус то же самое Сейчас мы опять находимся здесь То есть, мы находимся в зоне, как бы сказать, в зоне сомнения, в зоне неразберихи То есть, сейчас, по идее, мы можем еще чуть-чуть стрельнуть Но все равно в какой-то момент мы увидим коррекцию к средним скользящим Которые также должны подтянуться за этот момент, успеть подтянуться выше Поэтому, смотрите, тут все говорит забытший сценарий Но с возможностью, конечно же, коррекции И в ближайшем краткосроке мы по-любому должны остыть И об этом же еще и говорит сейчас эфир на самом деле Который вроде когда переписывает all-time high И все хорошо, и мы можем полететь гораздо выше Но, тем не менее, на дневках, если мы приблизимся Эфир рисует достаточно медвежий паттерн Похожий на восходящий клин Который в теории может пробиться вниз по теханализу Перед продолжением роста Но также давайте не забывать, что мы находимся в аптренде И также он может начихать на эти правила И пробиться сначала наверх И только потом мы можем увидеть коррекцию Так что тут сложно сейчас что-то говорить Поэтому здесь надо быть очень осторожными сейчас И лучше всего, конечно, ничего не делать И переждать просто Ну, если вы ходите, то продолжать ходить А если вы трейдите, то, наверное, лучше всего сейчас переждать Какого-то более подтверждающего сигнала дождаться Теперь по альтам давайте быструю пробежечку Ну, что можно сказать Доджкоин мы вчера обсудили Вот он начал уже отваливаться Догикоин наш Догикоин, кстати, кто заметил на Binance в приложении Теперь мобильном Третья монета на главной странице не эфир, а Догикоин То есть BNB, BTC и Догикоин Не знаю, что это за прикол Не знаю, ребята Додж, BTC Я думаю, что все, мы приехали Вот это 170 Сатоши Вероятнее всего будет что-то такое по Догикоину Может быть все, что угодно Не утверждаю Но пошортить попробовать можно здесь Со стопом Потому что обычно он ведет себя вот так Вот, поэтому смотрите сами На свой страх и риск Дисклеймер Кто хочет шортить Догикоин к Биткоину Можно это делать на бирже Poloniex По ссылке снизу из описания Очень удобно Потому что на Binance к Биткоину шортить его не дают Но на Binance можно пошортить к USDT Тоже по ссылке из записания Тоже регайтесь по ссылке из описания Там дополнительные ништяки по нашей ссылке Теперь смотрите RavenCoin RavenCoin к Биткоину стрельнул И дал уже 3 икса Кто заходил вот здесь по 40 Сатоши RavenCoin сходил на 120 Сатоши Но я лично думаю, что это только начало Посмотрите, какие объемы Очень неплохие объемы на этом пампе Так что я не думаю, что это там какой-то фейк-аут Сейчас будем смотреть на дневке Как сетка AMA Ribbon себя поведет Потому что она все еще медвежья Если этот памп удержится То можем увидеть даже какой-то откат Но потом, по идее, полетим дальше наверх И у Raven ближайшие цели, конечно, это 200 Сатоши и выше Поэтому монета очень перспективная В плане вот сейчас именно Кому надо быстро разбогатеть Таких много у нас спекулянтов Можете попробовать на Raven это сделать Вот, интересный RavenCoin сейчас Ну, и что еще я бы сказал Лайткоин тоже что-то там консолидируется Что еще здесь из альтов можно отметить? Из альтов еще можно отметить Ripple Который сегодня попер на 20% уже У меня там был микролонг по нему открыт на Bybit Я его прикрыл уже Но в целом, конечно, рано, скорее всего, прикрыл Потому что по Ripple сейчас еще и новости хорошие пошли Вот, Ripple спросила у всех Почему биткоин и эфир не относятся к ценным бумагам Ну, в общем, скорее всего, сейчас они разрулят эту тему С комиссией по ценным бумагам И начнется MegaPump Ripple Я почему-то больше склонен к такому варианту Чему-либо другому Но будем наблюдать, конечно, как это все происходит Вот, потому что по CoinMarketCap мы видим, что Ripple очень сильно ушел вниз Ну, во-первых, вчера появился вот этот WallStreetBets Который все удивляются, что это такое Ну, это вообще хайповая история Там у них сайт, они там пишут, какие монеты будут пампить Но я бы в это не верил, потому что вчера они говорили, что Tron будут пампить Возможно, это была фейковая группа WallStreetBets в Телеграме Где там сразу моментально максимальное количество участников добавилось Типа они будут пампить Tron Но в итоге Tron не запампили особо Так что аккуратнее на это все штуки Лучше не ведитесь на памп и дамп схемы Polkadot у нас четвертый в списке CoinMarketCap Это вообще не порядок Потому что у нас там Ripple обычно был на четвертой, третьей строчке Поэтому смотрите, аккуратнее сейчас исполка дотом Я не сторонник Ripple, но вот скорее всего по закону равновесия Он все-таки удержится и вернется куда-то сюда Вполне возможно Вот, DoggyCoin тоже уже опускается обратно туда, где он и был Stellar неплохо здесь сидит Но тема-то в чем? Смотрите Тема в том, что давайте глянем еще Dash Потому что я вас всех туда зарядил, в эту ракету Она все никак не взлетает И вы, наверное, меня уже проклинаете многие Хотя, опять же, кого как не взлетает, но она вот недавно с 90 баксов на 160 пампилась Как бы, ну, я понимаю, что здесь мало кто успел продать, кто быстрый спекулянт Да и я говорил не продавать, держать Потому что это все еще абсолютный флет на самом деле, ребята По Dash это все вот такая прямая линия Потому что если вы отдалитесь на нем Я вам напомню Я вам напомню, где он был Смотрите, всегда график не Binance'овский на старых монетах А график Poloniex Смотрите, потому что Binance появился только вот здесь У Binance'а слишком маленькая история На Binance'овском графике вы будете видеть только что Dash все время падал А на самом деле он вон где был и как сильно рос Так и вот, напоминаю вам И говорю всем тем, кто первый раз меня смотрит Или не видел прошлые выпуски Что по Dash'у очень сильный сигнал сейчас на покупку Это недельная EMA Ribbon А она очень редко врет Это сетка средних скользящих Посмотрите, недельная сетка скользящих EMA Ribbon Три года была медвежья То есть когда вот эта красная линия сверху А желтая снизу И сейчас, прямо сейчас, в этом месяце В эти дни, когда мы с вами в этом говорим Вот она заворачивается обратно То есть что мы здесь видим Что впервые за три года происходит смена тренда здесь То есть желтая линия становится сверху Это последний раз было где-то вон там Еще до 2016 года Вот, и сейчас, если мы приблизимся На недельках, посмотрим на нее То мы прекрасно ее удерживаем пока И здесь хорошие зеленые объемы Поэтому смотрите внимательно за ней Вот прямо сейчас мы ее тестируем как поддержку Это уровень, ну, примерно 100 долларов Чуть ниже 90 с чем-то долларов Это уровень, который должен удержаться Для продолжения бычьего тренда То есть по Dash'у надо ждать сейчас чего-то такого И отстрела наверх Ну, а дальше я уже говорил когда Что цели там просто невероятные Я сам в них уже верю, конечно, но с трудом И по Dash'у цели очень серьезные И там очень много по нему фундаментала хорошего Я сделаю обязательно один из следующих выпусков Посвящу этой монете И расскажу именно фундаментальные новости по ней Потому что они сделали гениальные штуки Они делают в новом кошельке оплату по адресам То есть вам не надо будет помнить Криптографические сложные кошельки Вы сможете прямо в своих контактах выбирать человека И отправлять ему Dash за секунду с минимальной комиссией Ну и много-много еще всяких штук Там реальных юзкейсов В отличие от множества монет Существует именно у Dash'а Ну и потом это Digital Cash То есть цифровая наличность Но тут потенциал хода огромный То есть это мульти иксы вообще Поэтому ничего не поменялось Все так же, ребятушки Вот цели Как бы 300, 600, 1200, 2500 И понеслась наверх Поэтому все как-то так Сегодня, не знаю ETC тоже на самом деле ETC хорошо Потому что это ETH Classic Это TrueETH Basic Attention Token тоже хорошо Но давайте сегодня не будем их смотреть Потому что времени мало Хочу вам напомнить, что Самый лучший обменник для ввода и вывода крипты Это FastChange Ссылка на него в описании Переходите по ней Регистрируйтесь Вывод вообще без верификации Ввод с минимальной верификацией Там надо карту первый раз отфоткать Ну это почти везде так Здесь очень много альткоинов Вы можете выводить через них Все банки представлены Россия, Украина, Казахстан Вот, так что зацените И пользуйтесь на здоровье Обменник офигенный Очень быстро все прилетает Как правило, самый лучший курс Ну или один из самых лучших Хорошая поддержка Если что, сразу пишите Им они вам быстро отвечают Если что-то перепутали Все возвращают И так далее Ну и также хочу вам напомнить Что биржа Femex Это замечательная квинтэссенция Деривативная Также спотовой платформы Здесь вы можете торговать На споте без плеч Вообще с нулевой комиссией По премиум подписке Всеми вот этими монетами Это очень круто Если у вас большой объем Вы сэкономите кучу средств На комиссиях В отличие от Binance Полыни и всего остального Ну и на фьючерсном движке Здесь в отличие от Байбита и Дюдекса Очень много монет В том числе всякие Дефайны Представлены Вот Алгу Юни Дот Компаунд Сегодня вырос на 30% Кстати говоря Интересная штука Золото И прочее-прочее Вайфай Биткэши Все здесь есть Вот Ну и я тут тоже Вчера прикрыл Лонг по лайткоину Сегодня точнее Который открывал На стриме Нормально Там профит составил Почти 300 баксов И сейчас вот Перед началом записи Этого видео Открыл еще раз Лонг по 130 долларов И вот он уже в плюсе На 18 долларов Очень удобная Торговая панель Мобильное приложение Дополнительные опции В виде брекет ордеров По которым делал обзор Посмотрите Обязательно Сейчас появится сверху Ну и всякие-всякие Штуки Такие как Саб аккаунт И хеджирование Короче зацените Урок по этой бирже Тоже он в плейлистах Ссылка в описании Регистрируйтесь по ней Ну и в сухом остатке Давайте подытожим Что мы здесь с вами имеем Что тренд у нас бычий Да по битку мы идем наверх Как и по эфиру И по многим альткоинам Тоже на самом деле Просто немножко заторможено Все это происходит Но тем не менее Мы на чеку с вами И ждем большой коррекции Как бы окей Если считать Что это уже была По битку 30% коррекция То мы можем сразу полететь Сейчас наверх И только потом увидеть Большую коррекцию Но опять же В бычьем тренде Эти коррекции бывают резкие Так что никто не успеет Зайти И потом полетим Дальше наверх Поэтому осторожней Лучше всего конечно Тем кто хочет Агрессивные Марджин ланги Лучше наверное Ждать прям жесткой Диповой просадки И там уже заходить Но где она будет На каких уровнях Пока непонятно Я буду вас информировать По мере возможности По мере возможности О том что вижу я Добавляйтесь в телеграм чат Добавляйтесь к нам В телеграм чат У нас там Постоянная движуха На этот счет Вот ребята Постят всякие Фигуры Теханализ свой Ссылка в описании На телегу Так что Не теряемся Держимся Смотрите Доминация Все в принципе Идет по плану Падает То есть Аль сезон Походу Как и планировался Вот он начинается Немного с опозданием Поэтому следим За доминацией Она в любой момент Может сделать вот так Поэтому в альтах Сильно тоже много Не перетусовываемся Действуем аккуратно С холодной головой И будет нам профит Ну и вот еще одна новость Robinhood угодила В эпицентр скандала Вокруг акции GameStop Dogecoin Трейдеров с Reddit Это все Вот эта тема Как раз Wall Street Трейдерс Дружественная Криптовалютная платформа Robinhood Попала в эпицентр Финансового скандала После того как Трейдеры с Reddit Wall Street Вот они Обнаружили У хедж фонда Melvin Capital Шарты По акциям GameStop И после этого Решили запампить Эту компанию Так что Ликвидировали у них Шарты На много миллиардов долларов Ну в общем Памп этой акции Обернулся крупными Убытками Melvin Capital Потеряли они 30% капитала Вот почти 3 миллиарда долларов В общем Все это грязные игры Ребята И все эти Маркетмейкеры И биржи И все эти ребята С Wall Street Они здесь не для того Чтобы вам Деньги раздавать Поэтому Еще раз говорю Аккуратнее Соблюдайте риски Торгуйте аккуратно Читайте новости Между строк Как и графики Тоже Вот Обязательно Используйте Риск менеджмент Ставьте стоп лоссы И будет вам профит Вот такие вот дела С вами был Пла-ла-ла Он же Гринни Джо Это канал Крипто Комманс Спасибо что смотрели Подписывайтесь Ставьте лайки Пишите комментарии Добавляйтесь в телегу И до скорой встречи Всем профита Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok